так ну что давайте попробуем давайте сошьем для багаута китайского может вообще мне очень понравился свой денежки вообще прям класс хотя изначально его как-то прям не оценил так значит он у нас для этого чехла в самый раз но хотелось бы по длине давать так и сделаем то есть мы его просто отмеряем вот так и дадим ему запас сколько тут у нас давайте наверно вот так так чек вот так мы рядом еще один так вот значит разметили берем ножницы берем ножницы наш секатор и и мы завязываем так 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 Может быть я поставлю на ускоренное, может быть сделаю в дневном виде, не знаю. Посмотрим сколько получится. Так, вот видите, куска кожи уже нет, вот этот кусок он хватил только на один чехол, то есть вот чехольчик у нас. Так, что мы делаем дальше? Дальше мы его склеиваем. Можно обрезать сразу, ну сверху, но он все равно будет выравниваться, поэтому давайте лучше склеим сразу. Клеить можно с запасом, он потом, это ПВА, он оторвется. Клей нужен только на самом деле для фиксации. Просто, чтобы когда будете шить, чтобы все это не сползало, ничего не уезжало, клей просто необходим, потому что это удобно. А потом просто берем что-нибудь туда, какую-нибудь ручку от молотка засунем, и он разорвет вот этот клей настолько, насколько, ну то есть настолько, насколько надо. Лишнего тоже, собственно, не надо. Вот так вот делаем. Дальше мы прикладываем. Приклеилось, ну ладно, давайте так. Уже приклеилось, что тут немножко неровно у нас отрезалось, но не беда. Вот, поэтому я говорю, что на гриндере-то, конечно, поудобнее. Гриндером просто это все жжжик, и все выровнять ничего не стоит. Так, для того, чтобы все это нормально склеилось, мы прихватываем струбцинами. Трубцинами не важно, какими, какие есть, такими прихватываем. Просто чтобы склеилось. Ну, ждем пока он склеится. Так, склеился. Немного неровно. Вот, значит, надо выровнять. Выровнять, выровнять. Выровнять можно наждачкой, можно выровнять напильником. Можно выровнять чуть ножом. Ну, вот это вот такой вот сильный промахи какие-то, конечно, будем срезать. Лучше бы, конечно, на гриндере. На гриндере прямо это дело прямо вот на две минуты. Вот так, в общем, как-то так. Вот так, в общем, как-то так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот. Вот зачем нужны бокорезы. Видите, вот загибается вот здесь. И вот это бы хорошо все обрезать, чтобы все бы ровненько было. Но мы сделаем без бокорезов в этот раз, по-бюджетному. Предположим, что у нас нет никаких бокорезов. Может быть, даже кому-то больше так понравится. То есть, снятый край наждачкой. Ну вот, что-то такое. В принципе, более-менее ровно все это закрасится. Где-то у нас открывашка. Вот у нас вверх. Вот. Сейчас я уберу этот мусор. Так. Продолжим. Более-менее ровно. Хотя вот здесь что-то не очень. Так. Где у нас начало? Вот начало. Давайте отмерять. Ну, скажем вот так. Пофиксируем его. И давайте... Вот так вот мы размятим. Ай-яй-яй. Вот так. Так. Давайте отметим основное место, с которого будем сверлить. насквозь. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Вот так да. behavior. Так вот. Так вот. Так вот. Так вот. Ну, чтобы его не потерять, давайте его сразу просверлим. сверлить лучше с двух сторон а то чуть промахнетесь будет некрасиво ну вот отметили так теперь размещаем отверстие смотрите я отломил каждый второй зубчик и за его за надфилем за спилил через одно было так давайте ставим отверстия и понеслось так вот вот так вот мы отметили ведь и кстати так даже удобнее получается чем как я отмечал а именно пробойниками вот так вот глядишь и ну чуть получше полегче шить так значит не совпадает ничего так ну вот собственно разметка сделал теперь делаем разметку с другой стороны а а Ой-ой-ой! Видите, чуть промахнулся. Здесь сразу вторые пошли. Но ничего. Вот еще недостаток того, что нет канавки. Видите, неровно идет дорожка, то есть уходишь в сторону. Лучше, конечно, с канавкой это делать. Вот, ну что ж, дальше все просто. Переворачиваем, сверлим отверстие. Если есть тонов, можно сверлить напрямую, насквозь. Если и так будете сверлить, вручную не попадете. Много будет не совпадать, шов потом будет плясать сильно. В принципе, он у нас все равно будет плясать. Но постараемся сделать его более-менее ровным. Да. Я уж тут и не вижу, как мы шли. Раз, два, три, наверное, все-таки вот так. Ну вот, таким вот макаром сверлим отверстие. Давайте я просверлю и продолжим. Так, готово. Вот еще, как раз вот видите, все равно шов немного пляшет. Даже немного. И все вот это вот... Если бы была канавка, все это можно было бы запрятать. Давайте попробуем все это запрятать вот таким вот образом. Не знаю, насколько это поможет. Ну вот так вот. Так вот. Ну вот, давайте попробуем. Вот так вот. ну вот так вот так теперь нитки значит нитки нитки нужно в среднем 4 размера то есть четыре раза шить будем двумя нитками почему потому что надо чтоб напряжение конец нитки был там где минимальное напряжение то есть либо в середине либо куда-нибудь вот сюда уводить его не вот здесь потому что здесь будет максимально она растягиваться то есть он засовывает сюда нож и он будет максимально растягивать эти места поэтому лучше ввести ее куда-нибудь вот сюда нет спана по надежнее все это было так надо конечно то то помойку убрать сейчас да давайте уберем так давайте отмеряем четыре размера 1 2 3 4 давайте половинку 5 еще на всякий случай соответственно 2 вот кстати обратите внимание как клинок прошелся по этой нитки видите он ее истрепал но но не разорвало потому что это именно веревочка а не нитка так берем пополам и начинаем шить все ващеная нитка она такая как как мокрая что она хорошо проходит и хорошо и удобно вдевать это у меня просто ушко уже такое истерзанная пассатижами так все понеслась я не сторонник всяких узлов дополнительных нет обычно делаю узел только в начале на первом стежке вообще я их не люблю если честно потому что их тяжело внутрь протолкнуть и он если не протолкнет что он снаружи останется будет не очень красиво ну так можно первый узел делал с узелком можно двумя двумя вот видите еще из-за чего нужен канавка видите нитка легла неровно под углом потому что неровно отверстие было если она в канавке то она ляжет будет ровно здесь ничего не поделаешь бюджетный вариант желающие могут делать с узлом я делал без узла вот так пошел вниз ну давайте я его прошью зафиксируем на 2 так продолжил я в мега тактических китайских перчатках которым сто лет вот такой кривенький шов у нас вышел опять же вот было бы канавка все это запряталась вот я делаю в углу конец уже вон здесь сильно бросался в глаза делаем назад на одно отверстие так ну и делаем узелок на самом деле очень плотно зашла нитка уже и делать двойной узел я не буду потому что не не спрячется поэтому ограничить одинарным узлом для того чтобы затянуть его внутрь вот значит кожа ушла и у нас будет сегодня вот таким вот образом оставляем для того чтобы вот это прогреть и заплавить это место будет шарик который не будет дополнительная прочность чтобы не вышла нитка что-то вот типа такого я не догорел шарик у нас торчит грейте аккуратнее потому что со второго раза вот он ведь поджигать начинает кожу вот что то такое нас лучше аккуратненько так сразу сдалека первого раза все это заплавить здесь вышло тоже не очень эстетично но вот это вот заплавленная штука она будет мешать выходить нитки даже если нагрузку дать дать но здесь она слишком длинный здесь не будет нагрузки вот ну что давайте тогда вот видите сколько у меня нитки осталось как раз пятый кусочек давайте вторую нитку и прошьем со второго края так значит я прошел второй я делаю в этом же углу то есть от угла один стежок наверх и узел также обрезаем и заплавляем так как видите у меня пляшет шов ну я торопыга в общем если вы будете делать и будет сделать конечно же поаккуратнее вот значит что нам остается принципе вот все готово прошив остается ему я обычно это делаю молотком вот это место даже сделать особенно чем то есть вот здесь вот мы мы его таким вот образом расширяем у нас получается нужно для ножа лучше это делать не ножом потому что нож потом тяжело вытаскивать вот ну давайте пока это оставим и и покрасим его чтобы он более сочеталась эта коричневая нитка бежевая кожа давайте в более коричневый покрасим также мы спрячем таким образом безобразие то есть неровные вот эти вот все неровности у нас немного он топорщиц так но мы это намажем кремом и заровняем вот такой штуковины вот таким вот образом можно делать водой я примут после баталина вот как-то вот так все это мы за выровняем и будет красиво дайте за краской сходим так ну и давайте бытовыми кремами и покрасим у меня есть вот такая краска у меня есть вот такой крем старый какой-то 60 рублей и вот такой воск начнем мы пожалуй с краски жидкая краска для обуви она не очень на самом деле такая коричневая но она в принципе нормально все равно такая достаточно густая вот ведь то есть она в принципе так нормально прокрашивать все это дело окрашиваем может даже и не стоит вот второй краской или так принес на всякий случай прокрашиваем края ведь они однотонные становятся единственный только недостаток это то что видите разводы остаются то есть тяжело прокрасить ее без разводов сначала первый первый раз проходит она и размачивает здесь видите у нас какой-то дефект всплыл а это я штангелем зацепил так что будьте аккуратны на коже все это остается очень легко принципе даже лучше чем я ожидал видимо у меня два таких баллончика вот этот вот старый может он более густой давайте давайте подождем пока он высохнет и покроем лаком его надо аккуратнее чтобы он не прислонялся вот этой вот частью то все это у нас появится всякие дефекты так ну вот он подсох видите неровный такой у нас получился краска неровный в принципе еще влажный он еще подсохнет вот я хотел показать что как вот таким вот образом прям молотком берем и лишний клей который есть его прям разрываем результате у нас получается достаточно большой чехол в том виде в котором он нужен так где мы любим красавчик фалькон ну для фалькона это крупного получился а в принципе нормально но вот таким вот образом ну давайте может попробуем еще крем вот таким так Продолжение следует... Вот так вот получилось. По-моему, даже неплохо. Практически пропали эти... Закрасил я полосы. Винтажный получился, состаренный. Так, и давайте края пройдемся тоже. Ну вот, в принципе, давайте еще покрутим немного, выровняем. Ну вот, такой вот чехол получился. Вот, смотрите. А, стоп! Мы еще воском не покрыли. Сейчас мы еще сверху и воском. Чтобы он блестел, а то он получился матовым. Хотя нет, так тоже поблески. Но воском еще лучше. Края получились более-менее. Не очень ровненькие. Ну, все у нас... У меня, точнее, на скорую руку. Так, давайте еще воском. Вроде как-то вот так вот это все открывается. А, нет, открывается все-таки. И давайте воском все это натрем. Ну что ж, вот что вышло. Надеюсь, было интересно. Сейчас воск впитается. Скорее высохнет все это. И будет, в принципе, вот такой чехольчик. Достаточно неплохо, на мой взгляд. Если учесть, что он себестоимость его 200 рублей. Ну и, соответственно, то, что его можно сделать на домашних условиях. Плюс, конечно же, у вас получится более аккуратно. Потому что вы не будете торопиться. Я-то торопыга. Ладно. Надеюсь, было интересно. Вот такая вещь может получиться. Вы можете сделать ее сами. Ну, если вам не лень. Ну, вот в завершении вот так багаут у нас сидит. Китайский здесь. Я не удержался и прорезал канавку. Шоп оставил, как есть. Багаут у нас заходит хорошо. Такой вот школьчик. Я-то является темно. Продолжение следует...